Всем привет! Сегодня я продолжаю цикл обзоров копийных масштабных фигурок для использования в качестве водителя на RC моделях, радиоуправляемых моделях. Сегодня в обзоре, пожалуй, лучшая фигурка из тех, которая есть у меня и которые я держал в руках. Эта фигурка уже не от компании NECO. Это всем известная Лара Крофт из игры Tom Prider. В комплекте данная фигурка имеет дробовик, ледоруб, пистолет, три варианта кисти, два для правой руки, один для левой руки, стрелу и лук. В общем-то, этот комплект, как обычно, мне не особо представляет интерес. Итак, чем эта фигурка, в общем-то, мне понравилась? Эта фигурка действительно имеет огромное количество точек артикуляции. Ей можно придать практически любую позу, в отличие от тех же фигурок от компании NECO. Данный персонаж уже именно 8 дюймов. Эта фигурка порядка 20 сантиметров. Точно я ее, конечно, не замерял. Это из характеристик производителя. Эта фигурка имеет подвижную голову. Также вы можете обратить внимание, у нее подвижное тело. То есть, туловище изгибается в двух местах. То есть, это более чем копийный. Эта фигурка действительно принимает любую позу, которую вы хотите, практически из возможных. То есть, у нее рука может как подниматься, так имеет вращение здесь. В отличие от фигурки NECO, можно обратить внимание на то, что рука выглядит, разумеется, соединение здесь видно. Но, тем не менее, рука выглядит для фигурки более или менее естественно. Также изгибается локтевой сустав. И, разумеется, запястье как вращается, так и принимает, в общем-то, относительно любую форму, которая вам нужна. То есть, имеет вращение практически во всех диапазонах. Ну, соответственно, вторая рука имеет практически те же самые настройки. Разве что, вот это запястье имеет чуть больший предел вращения. У нее, как вы можете видеть, вращаются ноги во всевозможных направлениях. Скорее всего, эта фигурка не поместится в тот же самый Mojave, потому что Mojave все-таки он достаточно маленький. Он значительно меньше Defender, но, во всяком случае, в Def Lara усаживается без каких бы то ни было проблем. И, как я говорил, она принимает, в общем-то, любую абсолютно позу. То есть, она способна не только усесться в кресле, но также без каких бы то ни было проблем. Она может держать руль, может без проблем высунуть руку в окно, либо положить руку на коробку переключения передач. И, соответственно, она без проблем может размещаться в любом автомобиле, который подходит ей по размеру. Фигурка выполнена очень качественно, очень хорошая детализация, хорошая покраска. И, я думаю, она действительно очень узнаваема и похожа, в общем-то, на персонажей из игры более чем. Уже ставший привычным тест подвижности фигурки. Данная фигурка, несмотря на свои размеры, абсолютно спокойно и без каких-то проблем усаживается в кресле. И, как можно видеть, расположиться она здесь может действительно абсолютно по-всякому. То есть, вот она положила руки на поручни, вот она положила руку на спинку. То есть, любая поза ей, в общем-то, поддается. Она действительно очень гибкая. Это очень хорошо и, в общем-то, приятно то, что ее можно посадить, я думаю, в любую модель. Какое бы кресло у вас там ни было, если, разумеется, ей подходит размер вашей модели. И она не слишком крупная для нее. Также Лара без особых проблем, в общем-то, может держать в руках лопату, различные другие предметы. Пикник или ящичек с инструментами. Это не является для нее проблемой. То есть, соответственно, точно так же она может держать ведро без каких бы то ни было особых проблем. Как я уже говорил, эта фигурка очень гибкая. Она имеет действительно очень много подвижных точек. Она может принять практически любую позу. То есть, это не является какой-то проблемой именно в данной фигурке. В подтверждении слов о том, что эта фигурка действительно имеет очень хорошую гибкость. Эта фигурка единственная из тех, которая спокойно усаживается на данный мотоцикл. И выглядит на нем достаточно гармонично и, соответственно, похоже на действительно настоящего человечка. Также можно обратить внимание, насколько эта фигурка легка и подвижна. Одним словом, очень хорошая фигурка. Рекомендую ее к рассмотрению как водителя вашей модели. В общем-то, на сегодня это все. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!